Речицкий спутник отправится в гости к Барановичам. Стартовый свисток прозвучит в 17.00. Завтра также стартует первый тур чемпионата Беларуси по мини-футболу. Лучшие команды страны будут выявлять сильнейшую уже в 31 раз. Начнется сезон с матча охраны «Динамо» и «БЧ». Железнодорожники отправятся в гости в Минск. Начало поединка в 14.00. Светлогорский ЦКК определит лучшего на домашней арене «Борисова-900». Старт в 15.00. Для гомельского ВРЗ чемпионат начнется с домашнего поединка. Вагона строители примут на своем паркете «Оршанский Витен» – стартовый свисток в 15.00. В Гомеле завершились Олимпийские дни молодежи по академической гребле. Более 150 спортсменов 2002-2003 годов рождения боролись за награды. По итогам соревнований у команды Гомеля 8 медалей – 4 золота, 3 серебра и бронза. За ними разместились мозорские гребцы, у них серебро и две бронзы. Во французском городе Дессис состоялся чемпионат Европы по гребному марафону в категории «Мастерс». А чуть позже Турин принял участников европейских игр-мастеров. В соревнованиях выступал гомельчанин Сергей Яшин. Первый день в гонке байдарок-одиночек на 20 километров Сергей уверенно выиграл золото чемпионата. Во второй день сделал золотой дубль, став лучшим в гонке «Микс» на 15 километров в байдарке-двойке в паре с француженкой Блондине Квятковски. В гонках по программе европейских игр-мастеров на дистанции 1000 метров первой пришла байдарка-четверка с международным экипажем. Сергей Яшин, россиянин Василий Силин, бельгиец Барт Сталман и украинец Игорь Козлов. В финальном заезде одиночек гомельчанин был вторым, а с французской напарницей по марафону дополнил свой медальный комплект бронзой. Марафон в Турине спортсмен завершил в байдарке-одиночке уверенной победой. Более 100 спортсменов из шести стран примут участие в Кубке по водно-моторному спорту в Гомеле. В этом году количество участников утроилось. За титул поборются около 25 команд. Состязания пройдут в акватории озера Волотовское. Открытие состоится 21 сентября в 10 утра. На следующий день по завершению турнира 22 сентября наградят победителей и призеров. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на Беларусь4.